Эти проводы масленицы молодые супруги запомнят надолго. 12 марта брусовой дом по улице Тараса Шевченко за полчаса сгорел дотла. Мебель, техника, одежда. Не осталось ничего. Сейчас на участке только горы пепла и мусора. Да и выносить имущество было некогда. В доме в этот момент находились маленькие дети. Думали только о том, как их спасти. Даже пожарных вызывали соседи. Я успел среагировать сразу. Сам даже не смог подумать, какой номер набрать, что сделать. Детей схватил и бежал. Дом в 36 квадратных метров был построен в начале 50-х. А когда семья стала многодетной, Алексей расширил жилье. Пристроил новые комнаты, санузел, оборудовал котельную. Но короткое замыкание в проводке уничтожило обновленное жилье. Звонок в МЧС поступил около 11 утра. Через три минуты пожарные расчеты были здесь. Но все равно дом спасти не удалось. И уже в 11.30 большая семья осталась без крыши над головой. Сейчас супруги и четверо детей ютятся в маленькой комнатке у родственников на Нижней Согре. Мужской половине семьи приходится спать на полу. Сыновей и дочку необходимо возить в город, в школу и детский сад. Еще одни ежедневные расходы, на которые нет денег. К тому же требуются строительные материалы. Своими силами построить дом они не смогут даже за несколько лет. А расти четверых детей в таких условиях, в которых они сейчас оказались, просто невозможно. Нам чужие сейчас все устанавливают без чужой помощи. Мы хотели попросить незавнодушных людей, предпринимателей. Возможно, кто-то может посоветствовать строительству. Администрация Абакана пообещала помочь и найти социальное жилье для супругов. Но ни бытовой техники, ни мебели у семьи нет. Поэтому все, кто хочет помочь Ветровым, могут связаться по номерам, которые сейчас на экранах. А на нашем сайте вести-дефис-хакасия.рф есть реквизиты банковского счета Ветровых для перевода денег. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.